3 июня 1970 года индийский биолог Хар Гобинд Корана, работавший в США, объявил о синтезе первого искусственного гена в живой клетке. Генетик синтезировал участок молекулы ДНК пекарских дрожжей. Ген состоял из 77 пар нуклеотидов, последовательность которых к тому моменту была уже известна. Своим открытием Корана доказал, что с помощью искусственных генов можно создать генетически модифицированные организмы. В этот день в 1971 году на Балтийском заводе в Ленинграде был заложен атомный ледокол «Арктика». Это было сверхсовременное по тем временам судно. Например, на Арктике была предусмотрена вертолетная площадка. Имя ледокола навсегда вошло в историю как первое в мире судно, достигшее Северного полюса в надводном плавании. Позднее на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по проекту атомного судна «Арктика» было построено еще пять ледоколов — Сибирь, Россия, Советский Союз, Ямал и 50 лет победы. 3 июня 1906 года родился советский кинорежиссер, актер и профессор в гиг Сергей Герасимов. С самого первого похода в театр в возрасте 8 лет Сергей Герасимов начал мечтать об этом искусстве. В кинематографе он дебютировал в 1924 году, сыграв персонажа Шпика в картине «Мишки против Юденича». Позже он устроился режиссером на «Ленфильм». Успех к молодому режиссеру пришел в 30 лет после выхода первой звуковой картины «Семеро смелых». Затем последовали «Молодая гвардия» и «Тихий дон», которые принесли Герасимову всемирную известность. День рождения сегодня отмечает Елена Исенбаева. Российская прыгуния с шестом двукратная олимпийская чемпионка родилась в 1982 году. Она является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. За это ее прозвали «Королевой высоты». Спорт Исенбаева пришла в 5 лет. Занималась художественной гимнастикой. Правда, из училища Олимпийского резерва ее отчислили за бесперспективность. В итоге в 15 лет Елена пришла в прыжки с шестом. Первый рекорд спортсменка поставила в 1998 году на всемирных юношеских играх. Ее результат в 4 метра 10 сантиметров принес Исенбаевой первую золотую медаль. Карьеру Елена завершила после допингового скандала с участием российских легкоатлетов. Из-за этого Исенбаева не смогла принять участие в Олимпийских играх в Рио. И в августе 2016-го заявила об уходе из спорта. Вот так вот, Господи, какая же ты умница!